Без малого прошел, как Вас избрали президентом Российской Федерации. Какие результаты года? Как Вы оцениваете? Что удалось сделать? Какие удачи? Какие неудачи? Это сегодня, во всяком случае, тот вопрос, от которого не нужно уклоняться, слава Богу. То есть есть, что ответить? Да, есть, что ответить. Конечно, не все сделано, что хотелось бы сделать. Может быть, не все в том качестве, которым хотелось бы. Но, тем не менее, основное, что планировалось, на мой взгляд, в основном решено. И я не стал бы сейчас мельчить, хотя много можно и хочется сказать, но сказал бы основными такими группами. Прежде всего, мне кажется, что удалось не только мне, а всем нам. Потому что это результат деятельности не только главы государства, но и Государственной Думы, всего Федерального Собрания, региональных руководителей. Нам удалось сделать значительный шаг вперед по укреплению российской государственности. Давайте вспомним, в каком государстве мы недавно жили. Да, и, к сожалению, до сих пор еще не все проблемы в этой сфере решены. Но, тем не менее, давайте вспомним. 25% всех законодательных актов субъектов Федерации находились в противоречии с Конституцией России и с федеральным законодательством. Две трети из них сейчас приведены в соответствии с Конституцией России, с законов субъекта Федерации, я имею в виду. Но и это не самое страшное. Хотя невообразимые вещи мы там могли найти во многих Конституциях, Уставах, субъектах Федерации. Мы могли найти все, что угодно. И международные права субъектности, чуть ли не собственные вооруженные силы. Не было только одного. То, что та или иная административно-территориальная единица является субъектом Российской Федерации. Но, повторяю, и это не самое страшное. У нас не было, по сути, и единого экономического пространства, финансового единого пространства. Вы знаете, сейчас уже об этом можно сказать, но потому что это уже в прошлом. Причем в прошлом, это совсем недавнего времени стало. Но некоторые субъекты Федерации практически не платили налогов в федеральный бюджет. А на территории некоторых субъектов Федерации не действовало Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство. И вот только совсем недавно мы разместили последние учреждения Федерального казначейства на всей территории Российской Федерации. И кто стал этим последним? Ну, это произошло. Это самое главное. И еще, что важно, что эта работа была действительно совместной. Ведь, понимаете, я бы сейчас не стал никого здесь ни обвинять, ни вспоминать недобрым словом. Наверное, может быть, в жизни, в истории страны такой период был необходим. Период какого-то очищения. Он не мог не сопровождаться определенными деструктивными процессами, центробежными процессами. Был период разбрасывания камней. Сейчас это стало очевидным для всех. В том числе, я повторяю, и для региональных лидеров. Все поняли, что в единстве государства, наша общая сила, в этом заинтересованы все. И поэтому начался другой процесс. Процесс собирания наших возможностей. Процесс консолидации. И, на мой взгляд, вот это, наверное, важнейшее. На основе укрепления государственности мы сделали шаг и на пути консолидации общества. Это создало предпосылки для достижения экономических результатов. Наряду с благоприятными внешнеэкономическими параметрами, в которых оказалась страна, наша экономика, все-таки положительный эффект консолидации общества дал себя знать. И мы смогли обеспечить значительные темпы экономического роста. На сегодняшний день, последние данные статистики, это на 7,8%. Я думаю, что в конечном итоге это будет примерно 8% роста ВВП, 9% примерно рост промышленного производства. И как главный результат, все-таки выполнение социальных обязательств государства перед населением. Значительно сокращены долги перед населением различным выплатам. Ну и в целом, все-таки мы констатируем некоторое, пока незначительное, но все-таки некоторое повышение жизненного уровня населения, реальных доходов населения. Это тоже факт. Вот я думаю, что это основное. Что же как бы огорчает? Есть, конечно, и такое, я не буду говорить о том, чего не удалось по конкретным позициям сделать и добиться результата. Но в целом есть одна проблема, которая действительно не может наводить на какие-то печальные мысли. Очень трудно бороться с российской бюрократией. Трудно вырабатываются решения. Трудно доводятся до исполнения, до исполнителей. Еще труднее, конечно, исполняются. Это проблема, которая заставляет задуматься о совершенствовании системы управления в стране в целом. Еще такие темпы роста экономики, наверное, все-таки оказались ниже, чем предполагались. И как вот сочетается сегодня, может быть, стремление вашу экономику сделать, реформы экономические, прорыв в них сделать, сделать абсолютно новыми, так сказать, их по своей сути, по своим, так сказать, статусу. И в то же время сохранить при этом все социальные льготы для населения, чтобы не было взрыва социального. И не произойдет ли в этом плане раскол между администрацией президента и правительством, которые, в общем-то, по-моему, не совсем точно оценивают рост экономический в России. И оценивают по-разному. Так прямо скажем. Павел Николаевич, во-первых, что касается ожидаемых темпов роста. Все разочарования от избыточных ожиданий. И я все-таки с вами не согласился бы в том, что ожидания были большего роста, ожидания были меньшего роста. Говорили о возможном росте в 4, 5, максимум 6 с небольшим процентом. У нас он оказался почти 8. Поэтому ожидания даже... То есть результат превысил ожидания. Ну а то, что таких темпов роста не было за последние лет 15, это уж точно мы с вами знаем. Но можно ли было достичь большего? Вы знаете, наверное, можно. Здесь я тоже с вами согласен. Наверное, можно. И я чуть скажу попозже по поводу того, как это... Чего нам не хватило, точнее, да, чтобы достичь этих результатов еще больших. Но сейчас хотел бы отреагировать на противоречия между отдельными сотрудниками моего аппарата, администрации, президента и правительства по поводу разных подходов к реформе. Вы знаете, ведь самое главное это то, что и в правительстве, и в администрации люди мыслят одинаковыми категориями. У них единые стратегические цели, единые общие задачи и понимание этих задач. Есть разность в подходе к методам, к инструментам достижения этих целей. Это правда. Но, вы знаете, меня больше тревожат ситуации, когда нет спора. Вот тогда возникает действительно тревога. Тревога того, что мы можем совершить какую-то ошибку, просмотреть наиболее приемлемый вариант развития, либо решение какой-то конкретной задачи. Когда спор есть, это нормально. Меня это не беспокоит. Поэтому при единстве, повторяю, целей и подходов к решению общих задач, различия методологии, мне кажется, не являются чем-то критическим и страшным. Наоборот, это положительное явление. Мы сегодня обращаем внимание на то, что темпы экономического роста в конце года несколько замедлились. Но мы знаем, что в других странах есть такие проблемы. Возьмем Японию. Там проблемы гораздо более серьезные с точки зрения темпов экономического роста. Есть негативные тенденции в экономике США. Но, конечно, кивать на других здесь не нужно. Нужно думать о себе в данной ситуации. Но это, конечно, предмет для серьезного анализа правительством экономической ситуации. Предмет для обсуждения в правительстве и в администрации. Предмет, может быть, для переосмысления тех инструментов, с помощью которых экономические цели достигаются. Что же касается соотношения проблем, связанных с обеспечением темпов экономического роста и социальной ситуации, то я бы, знаете, как сказал, моя позиция здесь такая. Без поддержки населения обеспечить преобразование в экономике невозможно. А поддержку населения нельзя обеспечить без выполнения социальных обязательств со стороны государства. Это все так взаимосвязано, что дает мне право считать любая так называемая шоковая терапия, какими бы благими пожеланиями она не обосновывалась, она чревата серьезными опасностями. Ну, что вы и видели, что за это десятилетие были периоды, когда... Ну, конечно, конечно, лучшими пожеланиями вымощена дорога в ад. И после того, как доверие населения падает, начинается топтание на месте вообще. Так что здесь, мне кажется, очень нужно соотносить вот те самые социальные обязательства государственные перед населением, о которых я упомянул, и экономические цели, которые государство перед собой ставит. Вам достались еще и огромные долги. Вы в качестве наследства получили страну в известном положении и гигантские долги. Сейчас много говорят о таком мистическом 2003 году, когда придется платить миллиарды. Насколько наша экономика сможет выдержать это, если говорить не просто про экономику, а про социальные обязательства перед населением? И населению надо платить, и долги надо платить. Как здесь выкручиваться? Что касается долговых обязательств России, то это серьезная проблема, это правда. Это обременяет нашу экономику, это тоже правда. Я уже как-то публично высказывался на этот счет. Не думаю, что было верным решение в свое время взять на себя все долговые обязательства бывшего Советского Союза. С какой стати? Деньги-то брались всем Советским Союзом и тратились на все бывшие Республики Союза. Почему Россия должна нести бремя ответственности и финансовых обязательств за всех? Значит, обосновывалось это так называемым нулевым вариантом. Так называемым нулевым вариантом, в рамках которого Россия брала на себя все пассивы, но и к ней переходили все активы. В том числе так называемые пассивы, то есть активы за границей, недвижимость за границей. Какая там недвижимость, я очень хорошо знаю. Вы же занимались. Я занимался, недолго, правда, но занимался этим. Нулевая там, но если не нулевая, это неправда, то несопоставимая с нашими долгами, с долгами бывшего Советского Союза. Ну и больше того, она не только несопоставима с этими долгами, но многие наши, некоторые, так скажем, наши партнеры отказываются признавать это решение, разослали ноты во все страны мира, да, и на нас эти страны отказываются переоформлять собственность. Она, мы говорим о собственности России за границей, она на нас не переоформлена. Она еще советская. Считается советская, считается спорной. А долги мы платим за всех уже сегодня, и счет идет на миллиарды. Поэтому не думаю, что это было решение продуманным и обоснованным. Кроме этого, нужно, конечно, посмотреть, куда деньги тратились. Вы знаете, существуют разные точки зрения по поводу использования кредитов для развития собственной экономики. В принципе, это нормальное явление сегодняшней экономической жизни. Все с удовольствием берут кредиты, вопрос только в том, как их тратят. Если они тратятся эффективно для развития экономики, это одно. Если этого не происходит, это другое. В условиях неурегулированности основных институтов государства рассчитывать на то, что эти деньги будут тратиться эффективно, не приходится. Не потому, что их кто-то украл, не потому, что кто-то растащил. Просто неэффективное государство не может эффективно распорядиться кредитными ресурсами. Так у нас и произошло. Но и растащили тоже. Не думаю, что на самом деле много растащили. Но всегда во всех странах кто-то чего-то тащит. Здесь больше разговоров, чем вот этого реального растаскивания. А вот то, что неэффективно потрачено, это факт. Спасибо. Проедание на самом деле произошло. Но вот все это было. Россия взяла на себя эти обязательства. Если мы цивилизованное государство, то мы, взяв на себя однажды обязательства, должны их исполнять. Россия никогда не отказывалась. Но подход здесь может быть только один. Мы платили, платим и намерены платить по долговым обязательствам. Исходя из того, что главным приоритетом для нас является развитие собственной экономики и обеспечение на этой базе социальных обязательств государства перед населением. Потому что если этого не произойдет, если экономика России будет катиться под горку, тогда и кредиторы не получат никаких своих денег. В этом равной степени заинтересованы как мы, так и наши кредиторы. Но должен сказать, что кредиторы это понимают. И в общем и целом нам удавалось договариваться с ними до сих пор. Думаю, что нам удастся договориться и теперь. Теперь, что касается 2003 года. Действительно, на 2003 год приходится один из пиков платежей. Это сложная ситуация, которая усугубляется тем, что основные фонды страны находятся в изношенном состоянии. И к 2003 году тоже наступает известная критическая ситуация. Вместе с тем, никакого ЧП не произойдет, уверяю вас. С одной стороны, у нас есть в обществе понимание того, в какой мы ситуации находимся. И это очень важно. Потому что этой проблемой сегодня озабочены не только президенты правительства, но и депутаты Государственной Думы. Они это знают. И тоже выстраивают свою политику, в том числе и в бюджетной сфере, соответствующим образом. Это первое. Второе. Прогнозы развития экономики страны таковы, что дают нам сделать его достаточно оптимистически. Да, это будут сложные годы. И этот год будет сложный в особенности. Но, повторяю, катаклизма не ожидается, и мы этот пик пройдем. На этом фоне, Владимир Владимирович, вопрос не новый, но, к сожалению, не теряющий остроты. Как вам видится выход из долголетней ситуации, связанной с оттопом денег за рубеж? Ну, цифры тут вам хорошо известны. По прошлому году, по некоторым данным, до 30 миллиардов долларов. Есть ли здесь решения, связанные с тем, что предлагается амнистию капитала? Или, может быть, готовятся решения, которые все-таки ведут к защите инвестора, к созданию нормальной, здоровой, конкурентной среды, к тому, что в конечном счете упирается в судебную реформу? Как вам это представляется? Вы знаете, это прежде всего не проблема, которая лежит в области уголовного права. Это не криминальная проблема, а экономическая. Что касается амнистии капитала, то нужно разобраться в понятиях, что это такое. Видимо, имеется в виду амнистия тех, кто вывез капитал. В целом, я ничего против этого не имею. Это, в общем, неплохая мера для того, чтобы создать определенные условия для функционирования рынка, для притока капиталов, для инвестиций. Но не единственное и абсолютно недостаточное. Просто объявить о том, что никого не будут преследовать за то, что кто-то вывез капиталы, и рассчитывать на то, что сразу сюда потекут деньги, мне кажется, это абсурд. Нужно создавать хорошие инвестиционные условия. Самое плохое, что можно сделать, это стукнуть кулаком по столу с криком «хватать и не пущать». Вот тогда точно капиталы будут уходить в еще больших масштабах. И на это есть подтверждение практики в целом ряде государств, которые проходили такие же этапы развития, как и мы. Как ни покажется странным, единственным способом удержать капиталы является в известной степени, конечно, регулируемая, но тем не менее либерализация рынка капиталов. То есть, если вы потенциальный инвестор, перед вами стоит вопрос, куда проинвестировать – в Россию, в Китай, либо в Индию, либо, не знаю, в одну из европейских стран. И вы знаете, что в какой-то стране существует порядок, при котором вы вложите сюда 10 миллионов долларов, а вывезти их никогда не сможете, то вы, наверное, не будете этого делать. А если вы уверены в том, что вы вложенные вами деньги в экономику данной страны, не только вложите, но получите прибыль и сможете распорядиться этой прибылью в соответствии с действующим в этой стране законодательством, которое вы знаете, понимаете и уверены в том, что оно будет действовать хотя бы на протяжении периода окупаемости ваших вложений. То есть, должна быть определенная экономическая и политическая стабильность в этой стране. Тогда вы будете вкладывать сюда, не побоитесь вкладывать сюда и не будете тащить отсюда. Потому что зачем вам тащить в другое место, когда здесь хорошо? От добра добра не ищу. Вот нам нужно создать такие благоприятные инвестиционные условия. Тогда не будет ни утечек и тогда не нужно будет проводить экстренных мероприятий по возвращению. Никакие насильственные средства и методы по возвращению денег эффективными не будут. Нужно создавать условия для инвестиций. Благоприятные условия. И вот вы все-таки оцениваете ситуацию как позитивное движение какое-то есть, так сказать, связанное с этим позитивным движением? Или пока еще больше поводов для него? Нет, мне кажется, что есть, потому что все-таки инвестиции в основной капитал увеличиваются. И налоговая база, несмотря на то, что, скажем, подоходный налог мы сделали 13%, а поступление налогов увеличилось. Значит, мы либерализовали таможенную политику, существенным образом сократили таможенные ввозные пошлины. А собираемость таможенных платежей и объем собираемых платежей увеличился. То есть эффект очевидный. И это, конечно, признаки, пока еще очень мало сделано, но это первые признаки улучшения инвестиционного климата в России. Владимир Владимирович, все-таки, если дальше продолжать чуть-чуть эту тему, то все-таки основу экономики во всем мире, как известно, составляет мелкий и средний бизнес. У нас в России, особенно белкий бизнес, буквально задавлен чиновниками и бандитами. Для того, чтобы открыть свое дело, свой бизнес, небольшой, нужно буквально... Чиновник поставили на первые. Да. Нужно собрать до 200 бумажек всяких. А ведь каждая бумажка, это ведь, как известно, так или иначе связано там. Хочешь подписывать, нет? Ну и вот, как, по Вашему мнению, вот этот вот беспредел бюрократический, может, в какой-то степени криминальный, может быть, так сказать, приостановлен в России? Только с помощью принятия соответствующих законов. Другого пути нет. К сожалению, и я об этом тоже упомянул, как об одной из основных наших проблем. К сожалению, до сих пор не проведены были в Думу не направлены соответствующие законопроекты. Недавно только направлены два из них. И вот в ближайшее время правительство обещало мне, чтобы буквально на следующей неделе направить третий закон, касающийся как раз либерализации, дебюрократизации в сфере лицензирования, изменения порядка лицензирования. Что касается малого-среднего бизнеса, то он, конечно, в особенно тяжелом положении действительно задавлен вот этой бюрократии. И очень надеюсь на то, что принимаемые, направленные в Думу и направляемые туда законопроекты будут быстро приняты депутатами и начнут действовать. Не хочу никому делать рекламы, но напомнил он мне об этом Хакамада, за что я очень признателен. Должен сказать, что вот после нашей встречи с группой депутатов и правительство активизировало работу в этом направлении, вот повторяю, два законопроекта уже внесены, один будет направлен в ближайшие несколько дней. Намечен еще ряд мер по дебюрократизации. Мы знаем все вот эти смешные примеры, когда приходит один проверяющий, говорит, надо решетку поставить, потому что воры залезут, милицейские проверяющие. Решетку поставили, приходят проверяющие из пожарной охраны, говорят, если пожар, решетка мешать будет, снимайте, и так бесконечно. Другого пути нет, кроме как законодательно отрегулировать эту сферу. А криминал? Все-таки рэкет существует в России и на государственном в чем-то уровне, и на, так скажем, самом обычном бандитском. Рэкет на государственном уровне это коррупция. Да. А на то, что называется бандитском, это так называемый, ну, примитивный, рэкет в прямом смысле этого слова. Здесь ничего не может быть другого, как усиление деятельности правоохранительных органов. Ничего другого быть не может. Совершенствование этой деятельности, усиление контроля. Без этого никуда не деться. И ужесточение контроля, я думаю, не помешает. Вот если говорить о проблемах предстоящего года, вы заявили в Сибири, пожалуй, так впервые, крупно и откровенно. Что будет с жилищной коммунальной реформой? Это вопрос наиболее близкий к рядовому гражданину, поэтому я позволю на нем внимание сосредоточить свое и ваше, поскольку вы задали этот вопрос. Вот на сегодняшний день в сфере ЖКХ, грубо говоря, за квартиру по-простому сказать, гражданин платит 40%, а государство доплачивает 60%. То есть, когда вы идете платить, вы платите то, что вам положено, но вы платите всего 40% от того, что стоит ваше жилье. Но вот эти 60%, которые доплачивает за вас государство, оно доплачивает не вам, не гражданину. Оно доплачивает прямо так называемым монополистам, либо муниципальным предприятиям, по сути дела. И вообще в этой сфере, по сути, существует монополия. Значит, это во-первых. Во-вторых, вся система жилищно-коммунального хозяйства досталась нам в наследство еще от коммунистической системы. Но тогда, когда мы все были одинаково бедными, тогда это было справедливо. Государство исходило из того, что все находятся примерно в одинаковом положении, и всем доплачивали одинаково. Сегодня вот это распределение, 40 платит гражданин, 60 доплачивает государство, сохранилось для всех. Допустим, у меня небольшой доход и небольшая однокомнатная квартира. Для простоты счета, скажем, что она стоит в месяц 100 рублей. Из них вы платите 40 рублей, а государство за вас доплачивает различным организациям 60 рублей. А вот у главного редактора московского мусомольца большая квартира. Допустим, он богатый человек. И он должен платить за свою квартиру не 100 рублей, а 1000 рублей. Хорошо, конечно. Он, значит, он платит, идет, реально платит в кассу 400 рублей, а государство за него доплачивает 600. Получается, что в прежней системе отчета, когда все были одинаково бедными, это было нормально. Сегодня, когда появились бедные и богатые, и очень богатые, получается, что государство богатым доплачивает гораздо больше, в нашем примере, в 10 раз больше, чем вам. Какая же здесь социальная справедливость? Получается, что богатые живут за счет бедных вот в этой системе. Значит, можем ли мы согласиться и оставить? Конечно, нет. Ее нужно видоизменять. Вопрос в том, как. Разные существуют подходы. Мне кажется, что мы должны понять, что нужно менять. Вот это самое главное. В том, как. Здесь есть, повторяю, разные варианты. Но общий подход должен быть такой, на мой взгляд. Вот эти 60%, которые государство доплачивает, нужно разработать механизм, по которому эти 60% доплаты будут идти не предприятиям, а гражданам напрямую. И тогда гражданин сам решает, какую жилоплощадь ему иметь, за что ему платить и кому ему платить. Это первое. И второе, если уж доплачивать кому-то со стороны государства, то доплачивать в соответствии с уровнем доходов семьи и доплачивать или прекращать доплату с определенного уровня избытка излишней жилой площади, ввести какую-то шкалу. Вот в этом, на мой взгляд, должна состоять суть преобразования в жилищно-коммунальной сфере. Конечно, это дело правительства и региональных руководителей провести все эти идеи в жизни. На мой взгляд, это крайне необходимо. Но и сопротивление здесь будет большое. Сопротивление будет большое, знаете, со стороны кого? С тех, кто получает 60% доплаты от государства. От монополистов. От тех, кто обеспечивает газ, воду, свет, тепло в домах. Потому что они получают монопольно со стороны государства. Чего там не было. Вне зависимости от качества услуг, предоставляемых населению. Они напридумывают, конечно, много проблем. Но на то и федеральное правительство и региональное руководство, чтобы преодолевать эти проблемы. Я думаю, что это одна из основных проблем государства. И дело даже не в том, что там существуют определенные проблемы, очень большие проблемы уже системного характера финансового или износа материальной базы. там запредельные уже обязательства финансовые между потребителями и поставщиками этих услуг. Дебиторка и кредиторка там зашкаливают астрономические цифры уже. Но износ оборудования, конечно, большой. Но самое главное – создание нормальных административно-финансовых условий функционирования этой сферы. Должно начаться в этом году. Уверен, что постепенно эта сфера, как только она станет прибыльной, она будет выходить из кризиса и будет функционировать нормально. То, что Вы говорите, Владимир Владимирович, связано с резким расслоением общества, бедность, богатство. И с драмой унижения достоинства людей, массы людей, все-таки бедности. О чем Вы в предыдущем послании говорили, довольно, по-моему, так сказать, остро и с болью. Вот два момента, скажем, наиболее, может быть, близких мне. Мы привыкли к забастовкам учителей. Мы стали к этому привыкать. Предшественник Ваш обещал подровнять, так сказать, заработную плату бюджетника учителя к средней заработной плате, к средним заработкам рабочего промышленности. Может быть, Вы выполните невыполненное обещание. И особенно вопрос о миллионах, десятках миллионов пенсионеров. Как Вы охарактеризуете ситуацию с точки зрения того, будет ли эта тенденция, наметившаяся тенденция позитивных изменений, стабильной, последовательной? И что может ждать гражданин из этой сферы от пенсионной реформы? Что касается выполнения обещаний, то если это обещания государства, выраженные в виде законов, подзаконных актов, то это одно, если это обещания каких-то должностных лиц, даже очень высоких, то все-таки это другое. В этом смысле я все-таки думаю, что должен выполнять свои собственные обещания. Либо обещания государства, повторяю, выраженные в законодательных актах. Но в чем Вы абсолютно правы? Это в том, что ситуация с уровнем заработной платы в бюджетной сфере, особенно в здравоохранении, в сфере культуры, она, конечно, очень низкая. Это очень низкий уровень заработной платы. И что мы точно должны будем делать, это мы должны будем последовательно стремиться к тому, чтобы подровнять этот уровень со средним уровнем промышленности. Удастся ли сделать это сегодня на завтра? Вряд ли. Но двигаться мы в этом направлении обязательно будем. Обязательно будем. Это первое. Теперь, что касается пенсионеров. Но если Вы обратили внимание, я думаю, что Ваша газета не могла это не заметить. В прошлом году мы очень много сделали для того, чтобы поднять доходы пенсионеров. Сделали больше, чем ожидалось. Средний доход пенсионера вырос за этот год на 30%. С учетом инфляции? Нет, с учетом инфляции. Без учета инфляции зашкаливает за 40%. Но такого в истории нашего государства не было. Правда, это не может быть предметом эйфории и хвостовства. Потому что мы начинали это с такой низкой отметки, что стыдно об этом даже говорить. Но я просто считал своим долгом обращать на эту сферу особое внимание. Потому что люди преклонного возраста, они не могут рассчитывать ни на кого, кроме как на государство. У них нет никаких доходов. Они выработали себя, все отдали стране. Знаете, у меня мои родители не так давно ушли из жизни, довольно тоже преклонный возраст. И я прекрасно видел, как они живут и как живут их люди, с которыми они дружили, общались и так далее. Я прекрасно понимаю, что этой категории наших граждан не на кого рассчитывать, кроме как на государство. И сами они уже не в состоянии себя обеспечить подчас. Поэтому мы и в этом году будем стремиться к повышению уровня пенсионного обеспечения. В этом году стоит задача, чтобы средняя пенсия превысила прожиточный минимум пенсионера. Мы пока не можем и этим даже похвастаться. То, что похвастаться, об этом даже стыдно говорить. Средняя пенсия у нас ниже прожиточного уровня пенсионера. Немыслимо, но это факт. Вопрос только в том, что мы, повторяю, было бы преступлением сейчас начать разбрасываться деньгами, подорвать экономику и способствовать росту инфляции, а значит и росту цен, которые и так растут слишком большими темпами. Это в конечном итоге означает только одно – обмануть то же самое население, о благе которого мы должны заботиться. Поэтому мы должны проводить взвешенную политику, ответственную политику, не обманывать наших людей, но придерживаться той линии, которую мы избрали. Постепенного повышения, повторяю, уровня пенсионного обеспечения, если мы говорим о той сфере, которую вы затронули. Что касается реформы пенсионного обеспечения, это наряду с жилищно-коммунальной сферой один из важнейших вопросов сегодняшнего в стране. Подавляющее большинство населения по опросам свыше 60% считает, что эту систему нужно реформировать. Почему? Да потому что уровень пенсионного обеспечения сегодня не зависит напрямую, не связан напрямую с личным, индивидуальным вкладом гражданина в результаты труда всей страны. Не связан, к сожалению. Но так не может быть. Это во-первых. Во-вторых, мы должны стремиться к тому, чтобы, скажем, людей, которым до пенсии осталось не очень много лет, абсолютно точно гарантировать определенный уровень пенсионного обеспечения со стороны государства. А тех, кто может, имеет возможность зарабатывать на свою старость самостоятельно, дать этим людям возможность накапливать эти средства самостоятельно. Чтобы они не зависели от государства, но чтобы государство гарантировало эти вклады и эти накопления. Вот весь мировой опыт показывает, что это гораздо более эффективно и гораздо более выгодно гражданину. Вот в этом направлении примерно мы и будем двигаться. Здесь, повторяю, здесь тоже существует несколько подходов. Сейчас в правительстве идут споры по этому вопросу. Но наберемся терпения, подождем окончательного решения. Вы знаете, что я принял решение о создании Национального совета по пенсионной реформе с привлечением общественных деятелей, депутатов Государственной Думы. Это должно быть предметом самого широкого обсуждения общественности. Все должны понимать, что предлагается государством и что последует за принимаемыми решениями. Но цель одна – обеспечить интересы рядового гражданина России. Год назад Вы были у нас в редакции в Комсомолке на прямой линии с читателями и сказали, большой резонанс вызвал Ваш ответ, о земле. Что Вы спокойно относитесь к идее создания рынка земли, торговли землей. Вот что у нас в перспективе, когда все-таки начнется это, как Вы думаете? Сможем создавать рынок земли? Вы знаете, уже сейчас ясно, что большое количество земли де-факто у нас находится уже в частной собственности. Отсутствие строгих и понятных, прозрачных правил в этой сфере мешает развитию экономики страны, мешает развитию промышленности, не только сельского хозяйства. На сегодняшний день мы согласились с некоторыми партиями, общественными движениями, которые возражают против того, чтобы в земельный кодекс было внесено соответствующее правило о гражданском обороте земель сельскохозяйственного назначения. Вынесли за скобки. В качестве первого шага, я думаю, что это неплохо. Неплохо, что будет принят вообще земельный кодекс и будет разрешен легальный законный оборот земли. Пускай на первом этапе не сельхозназначение. Что касается, это уже поможет развязать многие проблемы в сфере промышленности. Но что касается сельхозназначения, то мне кажется, что здесь мы вполне можем пойти по пути, по которому Россия уже однажды шла при проведении земельной реформы. Это создав базовый закон, базовое законодательство, создав рамочные законодательные условия, приняв эти рамочные законодательные условия для всей страны, передать на уровень региона определенные полномочия, касающиеся гражданского оборота сельскохозяйственных угодий. Мне представляется, что такой путь возможен. Окончательное решение, конечно, должно быть за Государственной Думой. В этой связи, насколько мы знаем, сегодня вы как раз обсуждали эти проблемы с одним из представителей этой сферы. Один из вопросов, который мучает, так сказать, давно деревню, можно сказать, лихорадить ее, это вопрос о ее громадном долге, возникшем по разным причинам, из-за диспаритета цен и так далее. И, как помнят селяне, значит, по-моему, в Краснодарском крае вы говорили на эту тему. Как вот сегодня можно говорить о какой-то более или менее обозримой перспективе, так сказать, выхода из этого, из этой ямы? Да, это было на встречах в Краснодаре, там мы говорили о нескольких проблемах, которые были подняты в ходе этого совещания. Например, о необходимости создания Агробанка, и должен вам сказать, что он создан. Сейчас идет формирование филиалов по стране, сейчас формируется уставной капитал. Что же касается долгов, то, да, эта проблема действительно сложная. Я знаю, что здесь разные мнения существуют. Кое-кто полагает, что долги нужно вычеркнуть, простить и забыть. Что они были сформированы несправедливо, что государство несет ответственность за то, что они возникли и так далее. Наверное, часть правды в этом есть, но правда также и то, что если мы будем долги прощать, то получится, что те, кто платил, полные, как бы это помягче выразиться, но не очень умные люди. Мы не будем стимулировать таким образом финансовую дисциплину в стране. Значит, кто-то может платить, а кому-то простят. Это плохо. Но факт, остается фактом, наличие этих огромных долгов выбрасывает часть предприятий, сельскохозяйственных предприятий из экономической жизни, не дает им возможности пользоваться оборотными средствами и так далее. Здесь путь только один – реструктуризация. Правительство выработало определенные правила, и сейчас они будут совершенствоваться. Мы думаем об этом направлении. Есть еще одно огромное отрасль знаний, направление – наука. Наука – будущее. Это 30-40-45-летние мужчины, женщины, которые создают задел для будущего поколения. Перекрестный допрос. Вы меня из деревни прямо в Академию науки. Да, мы готовились, читательские аудитории смотрели свои. Действительно? Можно пустить на землю, так сказать, разговор. Непонятно это даже. Академгородки – это сейчас что, земля? Или это наоборот наше будущее? Или наоборот прошлое? Что с ними происходит? Академическая наука в очевидном кризисе, нехватка финансирования, все последние 10, даже больше уже лет. Ясно, что система государственного финансирования переживает некий кризис. Зачем будет будущее? Усиление государственного финансирования, выделение дополнительных средств или некие поблажки для движений для частных фондов, фондов корпорации? И при этом ясно, что это частное не конкретного Иванова Петрова, а прежде всего фонда корпораций. Вы знаете, конечно, если мы хотим занимать достойное место в мире, если мы хотим просто прилично жить, то мы должны понимать, что без поддержания определенного уровня развития науки, без развития высоких технологий нам не удастся решить эти задачи. Это очевидно. А этого нельзя сделать без поддержки науки. Не так все страшно, как кажется на первый взгляд. Конечно, не хватает финансирования, но его, как мы знаем, сейчас не хватает нигде. Вообще нет ни одной страны, наверное, ни одной отрасли, где бы хватало денег. Это очевидный факт. Всегда денег не хватает. Между тем, финансирование науки за последние пять лет увеличилось в полтора раза. Это тоже факт статистический. Правда, здесь вы верно подметили, есть определенные проблемы с государственным финансированием. Из всего финансирования науки только 50% это государственное финансирование. Все остальное как раз за счет тех фондов, грантов и так далее, о которых вы упомянули. И это, конечно, мы должны поддерживать. В чем приоритеты государства в этой сфере, на мой взгляд? Я несколько раз обсуждал это с членами Академии наук, с руководством Академии наук. В общем и целом у нас здесь единый подход в этом плане имеется. Он заключается в том, что государство, и это тоже моя точка зрения, должно безусловно поддерживать фундаментальную науку. И, наверное, должно поддерживать, может быть, и прикладную науку на проравных направлениях. На таких направлениях, от которых зависит, повторяю, не только сегодняшний день, но и завтрашний день нашей страны. Вопрос в том, как выбрать эти направления. Не будет ли здесь лоббирования конкретных отраслей, либо конкретных проектов. Вот для того, чтобы избежать этого лоббирования, для того, чтобы подход был именно государственным, сейчас создается совет по науке при президенте, и одной из задач этого совета будет как раз выбрать их приоритетных направлений. Ну и, наконец, третье, мы должны будем поддержать, когда я говорю, мы имеем в виду государство в целом, должны будем поддержать, обеспечить необходимые условия для прикладной науки, условия, в которых она могла бы быть эффективной и самодостаточной, могла бы работать с прибылью. Вот основные направления деятельности в этой сфере. А только умов, предположим, то, что утечка умов лучших научных кадров, который существовал и сейчас есть, может ли быть тенденция, которая бы позволила вернуть даже нам, может быть, кого-то? Это то же самое, что случается с утечкой капиталов. Никакой разницы нет. Не очень удобно говорить, пользоваться такой терминологией, но она общепризнана. Это рабочая сила, даже высококаблифицированный товар, так же, как и деньги. Вот если есть инвестиционные условия, деньги придут. Если мы создали хорошие условия для людей, от которых зависит будущее страны, то они будут здесь жить и работать. Силой никого не затащишь и не удержишь в современном мире. Если начнем держать силой, результат будет худший, чем тот, который есть сегодня. Поэтому, и вот это очень важно, я даже вам благодарен за то, что вы задали этот вопрос. Мы все, вообще, от рядового гражданина и до президента должны понять, что общество должно платить тем людям, труд которых дорого стоит. Или мы будем им платить, и они будут у нас работать. И от этого мы все выиграем в конечном итоге. Это будет незримый выигрыш, может быть, для каждого конкретного человека, но он будет очевидным. Либо мы будем скупердяничать и будем приравнивать их к какой-то тарифной сетке, которая не отвечает сегодняшним реалиям. И тогда у нас не будет тех людей, от которых зависит будущее наших детей. Вот мы все это должны понять. И сделать однажды для себя это открытие. А за этим открытием должны последовать соответствующие решения. И на уровне правительства, и на уровне Государственной Думы. Павел Владимирович, ну вот год прошел после вашего избрания, и тем не менее, ваш рейтинг необычайно высок, планка его. И это ведь в конечном счете не может быть просто самоцелью президента или политического деятеля. Всегда, так сказать, существует... Я могу сказать, что я перебиваю. Это побочный эффект работы. Может быть. Но тем не менее, так сказать, ведь существует и у президента, и у любого государственного человека высокого уровня такие моменты в работе, когда нужно принять решения непопулярные. Но они в будущем, наверное, что-то дадут. Скорее всего, дадут. Вот, скажем так, на что бы вы сегодня могли бы 15-20% своего рейтинга скинуть? Для каких вот таких вот проблем, которые бы, так сказать, не были бы популярными, но в будущем дали бы необычайный эффект? — Щекотливый вопрос. Что такое рейтинг? Ну, во-первых, я знаю, да, что он действительно достаточно высок и даже выше, чем был в период выборов. Он повысился. Что странно. Обычно наоборот это происходит, да? Но, во-первых, это означает определенный уровень доверия со стороны народа. И я, пользуясь случаем, хочу просто поблагодарить всех людей, которые мне доверяют. Во-вторых, в любой стране, а в такой стране, как Россия, с ее пока неустойчивыми государственными институтами, это очень важно. Потому что доверие народа — это основа для проведения любых преобразований. И должен вам сказать, что я этим очень дорожу. Именно в силу того, что... Не потому, что это мне доставляет просто личное удовольствие. Удовольствие или наслаждение от понимания того, что я мэриюс на косойке. А потому что я понимаю, что это дает возможность... Что это важнейший инструмент в работе. Это дает возможность проводить какие-то законы, проводить какие-то решения, чувствовать себя уверенно. Поэтому разбрасываться какими-то процентами, тем более такими крупными пакетами, как вы назвали, я не собираюсь. Но вы знаете, что мне кажется важным? Конечно, меня, так же как любого человека, которого избирают, избирают не для того, чтобы любоваться, а ожидают определенного эффекта в работе. И это значит, что люди доверяют. Решения в ходе работы могут быть, как вы сказали, непопулярные. Они могут быть даже болезненные. Ну, о чем мы говорим? О сокращении каких-то социальных обязательств, государства, еще о чем-то. Но они могут быть необходимыми. На мой взгляд, самое важное – объяснять свои действия населения. Быть честным по отношению к населению. Эти те или иные действия могут встречать критику. Они могут нравиться или не нравиться. С ними кто-то может согласиться, а кто-то может не согласиться. Но если вести себя подобным образом, открыто и честно, то не пропадет главное – доверие к этому политику. И тогда не нужно будет бояться потери каких-то процентов. Потому что приходит другое чувство. Чувство выполненного долга перед людьми, которые тебя избрали. Вот я буду ориентироваться на эти ценности. И если позволите, сугубо политический вопрос, связанный с тем, что и вы говорили о том, что России нужны партии, нужны развитые партии, пользующиеся широкой массовой поддержкой. И что президент в будущем должен, вероятно, выдвигаться от общественно-политических каких-то объединений. Да, мог бы выдвигаться. Мог бы выдвигаться, я могу, вы лучше знаете, что вы говорили. Но вопрос в том, удовлетворены ли вы тем, как идет вот этот процесс? Что касается роста влияния партий, их становления, общенациональных партий, я думаю, что это очень важная составляющая укрепления и государства, и общества. Думаю, что если мы придем к такой ситуации, когда действительно в стране будет несколько общенациональных, крупных, влиятельных партий, то действительно можно было бы и было бы целесообразно перейти к системе, при которой именно эти партии выдвигают кандидатов на высшие должности в стране. На данный момент, я думаю, что все-таки глава государства должен представлять интересы всего общества. Хотя, еще раз скажу, выдвигаться можно было бы и от какой-то политической партии. Но мы с вами знаем, что только что в Думе обсуждался закон о партиях. Нужно, чтобы все это заработало в жизни. Когда это станет фактом, когда эти партии действительно будут таковыми в реалии, в жизни, тогда можно будет на практике перейти к той системе, о которой вы сказали. Мне кажется, что это вполне возможно. Дмитрий Владимирович, еще политики, если мы перешли к политике. Ключевая роль сейчас отводится в системе полномочных представителей президента, семью кругам, или Совет Федерации, это теперь уже структура, уходящая в прошлое, и нас ждет реорганизация всего законодательного собрания. Совет Федерации – это Верхняя Палата, и законом прописаны определенные функции этой Верхней Палаты. Конечно, основные страсти кипят в Нижней Палате, в Государственной Думе у нас. Поэтому я, может быть, чаще и упоминал о ней. Но Совет Федерации, на мой взгляд, сегодня, собственно говоря, это очевидный факт. Он становится профессиональным. Если до недавнего времени подавляющее большинство членов Совета Федерации работали время от времени и выполняли огромные сложные функции по руководству своими регионами, то сегодня Совет Федерации становится профессиональным. И я думаю, что качество работы Совета Федерации, именно как законодательного органа, безусловно улучшится. Что же касается постоянных представителей президента, полномочных представителей президента в регионах, мне кажется, что мы поступили правильно. Я уверен, что решение о создании семи федеральных округов было обоснованным и дает свои положительные результаты. Уже говорил несколько раз, могу повторить только еще один. Их задача не руководство регионами, а регулирование и координация действий федеральных органов власти и управления на местах. Это их основная задача. И сейчас вместе с региональными лидерами перед ними стоит другая, не менее важная задача. Это работа по разграничению полномочий между федеральным центром и регионами. Так что никакого принижения роли Совета Федерации нет и быть не может, потому что эти прерогативы обозначены в законе. Ну а что касается региональных руководителей, вы знаете, чтобы не утратить, наоборот, приблизить их к проблемам федерального центра, был создан Государственный совет. И, на мой взгляд, как орган такого стратегического планирования, он себя вполне оправдывает. Для меня это очень большое подспорье в работе. Это такое чистилище для правительства, сито для принятия взвешенных государственных решений. И я думаю, что у нас начинает функционировать достаточно эффективно вся система государственных органов власти и управления. От Совета Федерации опять и к Думе. Как бы вы прокомментировали, может быть, свое отношение к ситуации, которая возникла как некое воспаление, так сказать, в Думе, инициированное коммунистами, постановка вопроса о доверии, о недоверии правительству. И как вы, как президент, относитесь к Думе, правительству? Устраивает ли вас нынче Дума, вот ситуация в парламенте, в Нижней Палате, и устраивает ли вас правительство нынешнее? Что касается вопроса инициированного фракцией КПРФ по поводу недоверия правительству, думаю, что такая постановка вопроса не имела под собой никаких реальных оснований. Она не вытекала ни из политической ситуации, ни из экономической ситуации в стране. была продиктована, видимо, внутриполитическими соображениями, внутрипартийными, точнее, соображениями. Что касается моей оценки работы правительства и Думы, если так был сложный вопрос, я думаю, что эта работа была достаточно эффективной в прошлом году. Очень много завалов было разобрано, которые накопились за несколько лет. Были приняты решения, которые годами не принимались. Конечно, многое и не сделано, к сожалению, но все-таки прогресс очевидный. Что касается соотношения работы правительства, это касается, кстати, оценка и правительства, и работы Думы. Если затронуть вопрос их взаимодействия друг с другом, то в целом оно неплохое, но, на мой взгляд, правительство могло бы почаще, руководящие работники правительства и председатели правительства могли бы почаще появляться в Думе, могли бы почаще появляться во фракции, плотнее работать с депутатами, разъяснять свою позицию, могли бы энергичнее продвигать, должны энергичнее продвигать законопроекты, которые они считают приоритетными для страны. И должны это делать без подсказки, в том числе и с моей стороны. Они должны делать это инициативно и настойчиво. Но в целом я удовлетворен и взаимодействием между Думой и правительством, и работой законодательного органа и правительства как такового. Более годовщина у них впереди еще, так сказать. Владимир Владимирович, а Вы вот собираете вокруг себя команду очень разноплановую. В ней можно увидеть и генерала Поляковского, и бывшего губернатора Приморья Назратенко. Такой, получается, Ноев-Ковчег, где все смешалось ради спасения или ради чего. Для чего все это делается? Почему вот такая тенденция? Иногда, внешне глядя, вот со стороны, как-то довольно странно возникают различные, как бы, так сказать, теоретические предпосылки, для чего делает это президент. Задач много. Задачи разные, разноплановые. И под каждую задачу нужны соответствующие люди. Люди, которые имеют определенный опыт. Навыки и так далее. Поэтому и люди разные. Но в Вашем вопросе есть определенный подтекст, связанный с бывшим губернатором Приморья и с моим полномочным представителем в этом регионе. У них, как мы знаем, как бы это сказать... Не все главно. Ну, разные оценки были ситуации в Приморском крае. Не критично. Трагедии здесь не вижу. Пуляковский выполнял свою функцию, делал это последовательно и принципиально. И думаю, что он поступил правильно. Поступал правильно. Что же касается Евгения Ивановича, Назратенко, которого Пуляковский критиковал достаточно жестко, то он ведь добровольно подал в отставку и публично заявил о том, что несет ответственность личную за то положение, которое сложилось в крае. В принципе, он как бы и согласился с мнением Пуляковского. Я сейчас не говорю о формах этой критики и так далее, но в целом он согласился. Возникает вопрос, если он там в чем-то виноват, то зачем его взяли на работу в Москву? Ведь это вы хотели спросить, правда? Вы бы так и спросили. Значит, я не буду уклоняться от этого вопроса. Ну, если он в чем-то виноват, то он и наказан, сам себя наказал, подал в отставку. Ну, уверяю вас, это тяжелое решение для любого человека. Но Евгений Иванович поступил именно таким образом. Я считаю, что поступил по-мужски. Человек, который очень много работал, работал на интересы края, дважды избирался в очень сложном регионе. Я не думаю так, что мы в этих условиях должны выбросить человека на помойку. У него есть большой опыт работы. Это край рыбной промышленности. Поэтому то решение, которое было принято председателем правительства, назначение его на должность председателя комитета рыбного хозяйства, считаю правильным. Но Евгений Иванович знает условия, на которых он был назначен на эту должность. Оно простое. Работать командно, работать в соответствии с политикой, проводимой правительством, в том числе и в сфере по добыче и распределению биоресурсов, по сохранению биоресурсов. На мой взгляд, результаты тендера, который только что был проведен, а вы знаете, он состоялся и состоялся неплохо, показывает, что Евгений Иванович работает и работает в том направлении, которое было предложено и президентом, и правительством. Еще раз хочу подчеркнуть, считаю, что это решение правильное. Мы говорили еще о ситуации с криминальными элементами. Это уже не элемент, а сплошное засилие. Милиции сейчас больше в России говорят, пишут, чем было в Советском Союзе. Прокуратура огромная, суды. Вот на что надеются населению или общество, или просто людям, гражданам, в плане защиты себя. Потому что кроме Березовского и Гусинского, мы, наверное, сами виноваты, как в СМИ, только о них и пишем, громкие дела возникают, стрельба идет. Что здесь? Какие обнадеживающие могут быть? Слова из уст президента. Ну, что касается громких дел, то они, конечно, тревожат общество, беспокоят. Но мы, наверное, должны думать не только о громких делах. Мы должны думать, прежде всего, о рядовом гражданине, как он живет. Почему мы должны думать только о преступлениях, совершенных в отношении известных людей? Они известные нам разве недороги? Хотя, конечно, что касается вот этих громких дел, преступлений в отношении известных лиц, они являются определенным показателем дееспособности государства. Это правда. И я очень надеюсь на то, что правоохранительные органы доведут наиболее известные дела до конца. Мне бы, во всяком случае, это очень хотелось. Это касается и убийства Галины Васильевны Старовойтовой, и убийства Листьева, и убийства Миши Маневича и так далее. Но говорить о том, что совсем ничего не происходит позитивного в этой сфере, думаю, тоже неверно. А разве взрыв дома в Буйнахске – это не громкое дело? Как мы знаем, процесс закончен. Преступники найдены и осуждены. Много и других дел, о которых просто сейчас нет времени и нужды говорить. Но они есть, и результаты по ним достигнуты. В целом мы должны, наверное, больше внимания уделить совершенствованию деятельности правоохранительных органов, судебных органов. Но сейчас в администрации президента заканчивается работа в группе, которая была создана по моему распоряжению. Заканчивается работа по подготовке предложений по совершенствованию судебной системы и деятельности правоохранительной сферы. В ближайшее время мы обсудим это с лидерами фракции. И после этого законопроекты будут вноситься в Государственную Думу. Но кроме этого, нужно просто, конечно, элементарное улучшение администрирования в этой сфере. В данном направлении, конечно, будем действовать. Спасибо. Владимир Владимирович, есть еще одна? Тяжелейшая проблема для российского общества. Проблема, в принципе, журналисты мы даже знаем, что это вопрос, от которого ваш взгляд всегда становится жестким. Чечня, год прошел, начинается второй, это уже годы. Как вы видите перспективы решения чеченской проблемы? Если мы вспомним период после Второй мировой войны, у нас лесные братья сколько, до какого года по лесам бегали? 54-56-56-го или последнего? Да, до 56-го. Это в условиях тоталитарного режима, абсолютного закрытия границ и так далее. И равнинной местности. И равнинной местности, да. Сегодня, конечно, ситуация гораздо сложнее. Мы должны реально смотреть на эти вещи. Что за это время сделано? Значит, уничтожены крупные бандформирования. Это факт. Они не способны оказывать организованного сопротивления российским вооружениям. Это тоже факт. Мы контролируем всю территорию республики. Это тоже факт. Я думаю, что, трудно себе представить, сейчас крупномасштабные вторжения на сопредельные территории из Чечени. Значит, все это необходимые, но абсолютно недостаточные условия для окончательного решения вопроса. Где оно, это решение вопроса? Мы согласны с теми, кто считает, что это решение может быть только в политической сфере. И оно может быть достигнут только умиротворения. И приход к нормальной жизни нельзя извне привнести. Это могут сделать только сами чеченцы, сами граждане Чечни. Я знаю просто, что подавляющее большинство населения этого хочет. Вы знаете, ведь у России одна задача. Одна задача. Самая главная. Ну, там много задач, но самое главное одна. Не допустить, чтобы эта территория использовалась в качестве плацдарма для раскачивания Российской Федерации и для нападения на сопредельные территории. А именно это мы получили после того, как ушли из Чечни. Потому что силы, которые заполнили этот вакуум, они нам известны. Это радикализм самого разного толка. И национальный, и религиозный. То же самое. Абсолютно то же самое. Мы имеем сегодня в Косово, и события на границе между Косово и Македонией развиваются известным демократическим образом. Сегодня там уже применяют тяжелую технику. За применение которой нас критиковали в свое время. Там происходит то же самое. И об этом мы предупреждали. Значит, что же все-таки вернемся к Чечне, к той проблеме, которая нам все-таки ближе. Можно ли доявиться там окончательного решения проблем? Можно. В чем оно? В настоящее время в усилении местных органов власти. В совершенствовании их деятельности. В поднятии социальной сферы. Сфера здравоохранения. И самое главное. Экономики. Ведь сегодня вот эти растяжки и фугасы ставит кто угодно. И малолетние, и старики. Вы думаете, что по идеям и соображениям от 10 до 50 долларов стоит постановка фугаса? На коммерческую основу. Почему? Да потому что им есть нечего. Им нужно где-то работать. Там почти сплошная безработица. Это, конечно, сложная и дорогостоящая задача. И она тоже может и должна быть решена только самими чеченцами. При нашей поддержке, конечно. Разумеется, это невозможно сделать, если там не навести конституционного порядка. Если там будут сплошные теракты и бандиты, то невозможно ничего не строить, не возводить, потому что завтра это может быть уничтожено, разграблено и так далее. Это очень сложная и комплексная задача. Но направление ее решения я сейчас указал. Выбуд войск будет происходить? Да, конечно. В армейском пути? Конечно, просто избыточное количество войск на территории Чеченской республики бессмысленно. Армия должна либо воевать, либо совершенствовать свое боевое мастерство. То есть проводить учения. В условиях Чеченской республики воевать уже практически такими силами, которые там есть, не с кем. А проводить учения невозможно. Поэтому что же там держать армию? Это бессмысленно и вредно. Но там останется столько сил, сколько России нужно в этом регионе. И если уж вы коснулись, прошу прощения, коснулись Македонии, в чем мы заинтересованы, попросту говоря, и конкретно по ситуации в Македонии, по положению там, и в целом вообще, так сказать, в Югославской и примыкающих, так сказать, острых вопросах? Мы заинтересованы прежде всего в стабильности региона. Это первое и самое главное. Второе, нас с большими группами населения, бывшей Югославии, связывают особые отношения. Исторические корни, религиозные, культурные, даже языковые. Поэтому у нас там много интересов. И именно поэтому мы с тревогой смотрим за тем, что там происходит. Говорить о каких-то перспективах урегулирования сейчас очень сложно. Для того, чтобы они появились, нужна консолидированная, жесткая позиция международного сообщества. Ведь, чего грех оттаить, оружие у албанских сепаратистов не с неба свалилось. Их же вооружали. Но потом те, кто их вооружал, согласились с предложениями России и проголосовали в Организации Объединенных Наций за резолюцию 1244, согласно которой албанская армия освобождения должна быть разоружена. Никто для этого ничего не делает. Больше того, я вам могу сказать, что в частных беседах кое-кто говорит, но это уже невозможно. Значит, вот мы должны понять, что если мы хотим, чтобы на этой земле был мир и благополучие, нужно добиться исполнения резолюции Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности. Надо разоружать так называемую освободительную армию Косово. Нужно обеспечить территориальную целостность Югославии и Македонии. Нельзя позволить сепаратизму развиваться в Европе. Иначе эту часть Европы не ждет ничего хорошего. Ну, вы понимаете, кто же в нестабильный регион будет вкладывать ресурсы, какие-то средства? Вообще это очень плохо отражается и на имидже Европы, на экономической ситуации. Понижает курс евро и так далее, и так далее. Мы всегда занимали последовательную, ясную позицию по этому вопросу. И практика показывает, практика развития событий показывает, что Россия была права. И с этим трудно не согласиться. Но мы не считаем, что мы сейчас должны всем, значит, извините, за Маветон тыкать в глаза нашей правотой. И говорить, вот мы так, а вот вы ошибались. И мы теперь с вами играть не будем. Конечно, мы не должны и не будем себя так вести. Но мы будем стараться консолидировать общественное мнение по этому вопросу. И мне думается, что если мы добьемся такой консолидации, единого подхода к решению проблемы Косово, Югославии, Македонии, то результат может быть положительным. — Маленький штрих по Чечне. Очень часто говорится о том, что нужно оказывать помощь, скажем, Чечне по восстановлению, социальному. И практически ничего не говорится о тех русских, и не только русских беженцах, которые оказались просто изгнанными из Чечни. Практически, так сказать, они в своей стране изгнанники. И о них практически ничего не говорится, ни о социальных, ни о экономических вопросах. Мне кажется, здесь очень большая ошибка. Как вы думаете? — Согласен с вами. Мы в долгу перед этими людьми. И должна быть разработана соответствующая программа государственная по оказанию им необходимой поддержки. Абсолютно согласен. — Все-таки военная реформа привел меня. — Военная реформа — одно из основных направлений нашей деятельности сегодня. Мы очень тщательно подходили к ее разработке, координировал эту работу Совет Безопасности во главе с секретарем Совета Безопасности Сергеем Борисовичем Ивановым. Вы знаете, проделана очень большая работа вместе с правительством. Исходя из прогноза экономического развития страны, принимались и решения по развитию не только вооруженных сил, но и всей силовой составляющей государства. Вся реформа рассчитана на 10 лет, до 2010 года. Армия должна быть оптимизирована, вся силовая структура должна быть оптимизирована. Должны быть ликвидированы параллельные структуры, неэффективно работающие структуры. В конечном итоге цель одна — сделать нашу военную составляющую более боеспособной. Профессиональная армия когда переходит? Вот простой вопрос. Вы знаете, профессиональная армия, я уже тоже, по-моему, на встрече в таком же кругу отвечал однажды, это цель, к которой можно стремиться и нужно стремиться. В значительной степени у нас уже сегодня армия является профессиональной. Флот, авиация, ракетные войска, некоторые другие виды рода вооруженных сил, они почти процентов на 80-90 окомплектованы профессионалами. Но можем ли мы сократить сегодня призыв? Я думаю, что мы можем постепенно призыв сокращать и свести его к минимуму. Это возможно. И поручения просчитать экономическую составляющую этого процесса правительству даны. Но пока еще срок мы не можем сказать, как раньше было, 2005-2006 год. Нет, не считаю, нужно называть этот срок. Мы будем двигаться в этом направлении. Повторяю, вся реформа рассчитана до 2010 года. Допускаю, что к этому времени призыв будет сокращен до минимума. Создается впечатление, что в сфере внешней политики не отстроена система отстаивания наших государственных экономических интересов. Более того, создается впечатление, что президент является главным лоббистом, экономическим лоббистом. Который, так сказать, вот поехал, пробивает. Что, у нас в этом плане не отстроена система? Или, так сказать, может быть, просто на другом уровне эти вопросы и не могут решаться? И система где-то не отстроена, потому что, как вы знаете, в советские времена все-таки наши дипломатические ведомства были очень идеологизированы. Это понятно. Вообще наша внешняя политика была идеологизирована. Она не занималась проблемами простого человека. Это совсем была другая служба. Сегодня многое меняется. Это тоже правда. Нужно отдать должное дипломатам. Они многое меняют в своей работе. Одна из задач, которая мной сформулирована для внешнеполитического ведомства, заключается в том, что любой гражданин за пределами Российской Федерации должен знать, что дипломатическое ведомство страны защищает его интересы. Гражданин либо юридическое лицо. Что касается главы государства, лоббирующего интересы российской экономики, не считаю я для себя зазорным это делать. Вообще это общемировая практика. В разговоре со мной многие главы государств чуть ли не первую беседу, начиная именно с вопросов подобного рода. Ведь положение любой страны на международной арене зависит от нескольких факторов. Первое – это экономический потенциал, уровень экономического развития, уровень обороноспособности и принципы организации общества и государства. Ну и другие есть, но это как бы основные, базовые вещи. Заметьте, что уровень экономического развития я поставил на первое место. А он напрямую связан с эффективностью работы нашей промышленности. Как внутри страны, так и за границей. Поэтому мы все, и глава государства, и представители средств массовой информации должны поддерживать нашего производителя. Не считаю я повторяю еще раз для себя это зазорным. Но вы правы, есть вещи, которые необходимо сказать, конечно, на самом высоком уровне. Есть вещи, которые без политической поддержки решить практически невозможно. И это было и будет существенной составляющей моей деятельности в этой сфере. Ну вот поездки в такие страны, как Куба, Вьетнам, Северная Корея. В этом плане, насколько они перспективны, эти страны, наши партнеры? Вы знаете, что может прийти в голову сразу, что мы восстанавливаем прежнее качество этих отношений. Это абсолютно не так. Еще раз повторяю, прежние наши связи международные были предельно идеологизированы. Мы закачивали огромные ресурсы во многие из этих государств. Не понимая, как, когда будет отдача. Даже иногда не понимая, зачем мы это делаем. Но не все было бездумно, уверю я вас. Не все было бездумно. Хотя затрат было много. Мы внутри этой страны вели себя бесхозяйственно. Я помогал в Мозамбике комсомол создавать. Знаю, представьте. Знаете, хорошо. Вот потратил наши планы. Но должен сказать вам, что сегодня многое изменилось. Это факт. Но зачем же нам при всей идеологизации внешних наших связей терять тот огромный потенциал из отдел, который был создан поколениями, десятилетиями создавался. Вот вы знаете, я приехал в Вьетнам. Я был поражен тем, как люди нас встречали везде. Просто рядовые граждане. Такое невозможно срежиссировать, такое невозможно запрограммировать, либо искусственно сделать. Но зачем же нам терять вот такой потенциал дружбы? Это же очень важный фактор. Но я уже не говорю о том, что мы забыли про Вьетнам. А там действует наше предприятие на шельфе, добывает нефть. В прошлом году живых денег это предприятие принесло в бюджет Российской Федерации 500 миллионов долларов. Перед моим визитом туда правительство Вьетнама приняло решение, и этому предприятию дополнительно передало участок, нефтяносный участок на шельфе, который раньше был получен другой компанией. У нее забрали, а отдали нашему предприятию. Есть и другие составляющие, очень важные для нас. Возьмем Кубу. Казалось бы, так далеко, да? Но мы только в прошлом году, у нас там замороженных объектов на миллиарды долларов. Мы только в прошлом году на консервацию атомной недостроенной электростанции затратили 30 миллионов долларов. Ну что же, мы так и будем по 30 миллионов долларов на консервацию тратить? Нам нужно в конце концов определиться, что мы будем делать с этими объектами. И так практически по каждой стране. Или возьмем Северную Корею. Во-первых, это наш сосед. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы на полуострове была стабильность, мир и порядок, процветание. От этого зависит прилегающая регионы Российской Федерации. Но даже не только прилегающая. Вот мы сейчас договорились с Южной Кореей, в принципе, с Северной Кореей о соединении Транскорейской и Транссибирской магистрали. Это же существенным образом улучшает, может улучшить и экономические показатели МПС, и регионов, по которым проходит Транссибирская магистраль. Да и вообще, в принципе, будет способствовать экономическому развитию России. Поэтому мы, на мой взгляд, должны исходить не из каких-то там заоблачных соображений, труднопонятных для самих себя, а оставаться на грешной земле и понимать, где наши выгоды государственные. И действовать исходя из этих соображений. А она там есть. Об отношениях с Соединенными Штатами. Не обоснованы ли или насколько обоснованы опасения, которые звучат о том, что с возвращением Буша, теперь уже младшего Буша, а в Белый дом мы рискуем прийти к охлаждению отношений, если не к холодной, так к полухолодной войне. В шепионские скандалы, заявления Госдепа о нарушениях прав человека, свободы слова. У нас сюжеты, связанные с продвижением, стремлением продвижения НАТО на Восток и так далее. Не говоря уже об создании, скажем, стремлении к созданию системы, собственной системы ПРО. Как Вы перспективу оцениваете и как, на Ваш взгляд, может выглядеть эта ситуация в близком и более отдаленном будущем, насколько обоснованы эти опасения? Россия будет проводить внешнюю политику, лишенную всякого великодержавного шовинизма. Мы настроены на развитие равноправных отношений со всеми государствами мира. Но, разумеется, Россия будет проводить независимую политику и будет занимать то место, которое она занимает по праву в международных делах, учитывая и геополитическое положение, и территорию, и военный потенциал, и экономический. Одним из основных партнеров для нас, конечно, являются Соединенные Штаты. Что касается политики новой администрации в отношении России и наших взаимоотношений с Соединенными Штатами, то, я думаю, не стоит ничего драматизировать. Всегда, в любой стране, и Штаты в этом смысле не исключение, когда приходит новая администрация, происходит переосмысление политики предыдущих хозяев Белого дома. Мы слышим какие-то критические оценки, прежде всего, в адрес прежней администрации. Но, повторю, я бы не стал ничего драматизировать. У нас есть расхождение по некоторым аспектам международной жизни важнейшим. Прежде всего, в сфере безопасности. Это касается наших оценок договора о противоракетной обороне 1972 года. Мы считаем, считали и продолжаем считать, что сам договор, его основополагающие элементы этого договора являются именно крылоугольным камнем современной международной безопасности. Мы на этом будем настаивать, но мы рассчитываем на очень позитивный диалог с нашими американскими партнерами. То обстоятельство, что глава администрации, президент Соединенных Штатов, недавно заявил, что Россия не является ни врагом, ни противником Соединенных Штатов, мне кажется, что это очень позитивный сигнал. Мы его услышали. Мы относимся к Штатам таким же образом. Повторю еще раз. Рассчитываем на позитивный диалог. А вы когда встретитесь с президентом, уже знаете? У нас диалог не прерывается с администрацией, что очень важно. Не прерывается. Личная встреча, конечно, состоится. Но она должна быть хорошо подготовлена. А если переходить к более близкому зарубежью, перспективы СНГ, наших соседних государств и взаимоотношения России с ними, может быть, в частности, прежде всего, с Украиной, где происходят очень сложные, неоднозначные процессы. И пересекающийся вопрос русскоязычного населения в этих странах, в этих государствах. Политика России по отношению к русскоязычной диаспоре, по отношению к соотечественникам, которые сейчас живут и, видимо, будут жить там постоянно. Но, тем не менее, Россия для них остается второй родиной, если так можно сказать. Конечно. Что касается СНГ, прежде всего, а потом тогда соотечественники. Это самое главное, основное, приоритетное направление в нашей внешней политике. Именно в силу того обстоятельства, что там живет 25 миллионов человек, которые считают Россию своей второй родиной, русский язык, родным языком. И потом, это наши основные торгово-экономические партнеры. Вот вы вспомнили Украину, один из основных наших партнеров вообще, и мы для Украины один из основных партнеров. Мы намерены развивать отношения с этими странами. Причем развивать, хочу это подчеркнуть, на равноправной основе. Должен отметить, что мы в этом заинтересованы и политически, и экономически. Мы не собираемся здесь доминировать. Нам это просто экономически невыгодно. Но мы, конечно, будем исходить из соображений собственного интереса, но при этом учитывать и тот высокий уровень отношений, который у нас с этими странами сложился. Будем стремиться не только поддерживать этот уровень отношений, но и развивать это отношение. Будем устранять всяческие барьеры на пути сотрудничества, и экономического сотрудничества, и сотрудничества в гуманитарной сфере. И в этой связи, конечно, стоит вопрос о русскоязычном населении в этих странах. Кто смог, давайте прямо и честно скажем, тот уже уехал в Россию, кто не смог или не захотел, тот остался. Думаю, вы правы, наверное, будет там жить. Конечно, мы будем относиться к этим людям не как к чужим. Мы будем внимательно следить за условиями, в которых они живут. Будем настаивать на том, чтобы им были созданы условия, при которых они могли бы пользоваться и родным языком, и могли бы развивать культуру, могли бы пользоваться всем тем, что предоставляет Россия и наше совместное прошлое. Но, кроме страны Сан-Ген, наверное, нужно вспомнить еще и Балтию. Там мы знаем в некоторых из этих стран особо сложные отношения с русскоязычным населением. Там даже появился такой термин, придуманный и изобретенный там на месте, неграждане. В Латвии таких неграждан 600 тысяч. Это нас очень тревожит. Нас очень беспокоит. Мы будем, повторяю, настаивать на соблюдении их законных прав и интересов. Но хотелось бы отметить, что мне представляется, в интересах же наших сограждан там, чтобы мы не шли по пути конфронтации. Все-таки эти проблемы, эти вопросы должны решаться в ходе диалога, в ходе обсуждения проблем, в ходе совместного поиска и решения этих проблем. Вот этот период такой, давайте честно скажем, националистической волны, он уже, по-моему, абсолютно точно, абсолютно точно, совершенно верно. Он все равно будет уступать место собственным, прагматическим, прежде всего экономическим интересам. А эти интересы в значительной степени связаны с Россией. Я думаю, что нам не нужно ни сжечь мостов, ни создавать каких-то барьеров непреодолимых. Нужно терпеливо, настойчиво, но последовательно защищать интересы, но делать это повторяюще раз цивилизованно в процессе диалога. Мы сегодня очень много говорили о перспективах, ну и о многих положительных явлениях, которые произошли за этот год. Но все-таки ведь были и неудачи, были трагедии, была гибель Курска и многое другое. Вот все-таки ваши личные и отношения, и как вы лично переживали все это дело? Ну, вы знаете, некоторые вещи, такие, скажем, как трагедия с Курском, из чего я не предпринимал, к сожалению, это фатальное истечение каких-то обстоятельств, которые нам до сих пор неизвестны. К сожалению, от меня это не зависело. Это, думаю, что всем понятно. Насчет того, что, насколько я глубоко это переживаю, да, очень глубоко переживаю. Рабочий день сколько сейчас у вас? Большой рабочий день. Где-то он начинается часов в 9, в 10, заканчивается часов в 11, в 12 ночи. И самый тяжелый период, ближе к вечеру, по такому напряжению? У меня нет особо тяжелых периодов. Достаточно ровно распределено рабочее время, потому что в течение дня я делаю небольшой перерыв для занятий спортом. Худят слухи, что вы еще и для разрядки английский язык ускоренно предвигаете? Не ускоренно. Это, как бы, тоже один из вариантов отдыха. Как занятие спортом в течение 30 минут, так и занятие языком. Это даже не изучение, а скорее просто другой вид деятельности для того, чтобы немножко отвлечь себя от текущих проблем. Вообще за этот год вы, в порядке самооценки говоря, изменились? То есть вот чувствуете, что вы сам изменились за это время, насколько, так сказать, президентской сутки? Конечно. Стал добрее. Серьезно? Ну, по-моему, такое обилие обязанностей должно как-то ожесточать человека. Должно мобилизовывать. Мобилизовывать. Это разные вещи. Разные вещи. Вот годовщина. Просто на таком уровне ответственности ярче должно проявляться качество, которое, на мой взгляд, является определяющим. Терпимость. Вы знаете, страна у нас не только очень большая по территории. Она очень красивая. Она красива не только своими природными богатствами. Она, конечно, в первую очередь, и это самое главное наше достояние, она красива людьми. У нас, я ведь много езжу по стране, я могу это с полной определенностью сказать. У нас люди очень открыты, особенно в провинции, в регионах. Очень светлые люди. И, конечно, быть главой такого государства – это огромная честь. Именно поэтому я и ответил на ваш вопрос именно таким образом. Это только отчасти шутка. На самом деле, действительно, люди очень разные, разные взгляды. Нужно уметь уважать партнеров, вне зависимости от того, нравится вам позиция того или другого человека или нет. Почти всегда есть рациональное зерно в позиции партнера по решению какой-то проблемы. Поэтому, наверное, все-таки, действительно, одной из главных составляющих в работе является терпимость. Первая годовщина – это все-таки праздник для вас. Ремку поднимаете или нет по этому поводу? Мы-то за вас поднимем. А вот если бы вы не сказали, наверное… Не подняли? Не подняли. Теперь придется.